Всем привет! Работка на Флориду выехал в условиях коронавируса. Сегодня у нас понедельник, 23 марта 2020 года. Интересно будет, что через месяц. По Южной Каролине еду, спускаюсь с Северной Каролине, с Эшвиллом. На Джексонвилл, на Флориду. Ситуация с экономикой пока стабильная, грузы есть. Но никто не знает, что может быть через неделю, через две недели, через три недели. Если что-нибудь случится, нам поможет заграница. Будем жить на Брайтон-Бич. Но, конечно, это шутка. От Брайтон-Бич надо держаться подальше. Рвать надо куда-нибудь на Вайоминг, на Северную Дакоту, Аризону. Северную, опять же. Глухие места, где нету человеческого материала. По США все больше и больше заразившихся и летальных исходов, к сожалению. Но пока на экономике не отразилось. Хотя вот уже многие бизнесы не работают. Рестораны и прочие только на вынос работают. Спортзалы многие не работают тоже. Соляра тоже немножко подорожала. Была что-то около... Переводя на 50 центов за литр. Сейчас подороже стало вроде чуть-чуть. Будем посмотреть. Серебро, золото тоже дешевеет. Но его нигде не купишь, короче. Но на всех сайтах предзаказ. Наличие ничего нету. Вот она волшебная поездочка в стиле Oversize Load. Обязательно конвойчик. И обязательно вся эта движуха. Три оси туда-сюда. Шторка какая-то. Слеза шторка. Вес не очень большой. Но хотя, да, большой. Просто для этого прицепа... Прицеп, наверное, тяжелее, чем вся тема. Выгребание инструментов из-под кровати. И засовывание их обратно в чистом виде после работы занимает, я бы сказал, 50% самой работы. Так что... От этого не уйдешь. Колодочки ушли в ноль. Полнейший ноль. Вау! Ну вот, очень тонкий. Все, вот тут уже болты, клепки пошли. Барабан еще новый ему, ну, как сказать, новый. Колодки отходили 4 года. Барабан отходил тоже 4 года. 4,5. Но еще это... Пять лет может ходить. Вот тут небольшие заусенцы есть, но... Сантроматик. Подшипник. Ступицу буду снимать. Гайковерт. Ковалда. Стопорное полукольцо. Гайка открутилась от руки почему-то. Колодочки снял. Крышку снял. Что мы имеем? Кстати, крышка внутри сухая была. Почти. Ну, понятно, что тут уклон в ту сторону, но все равно... Так, все, сейчас этот вот подшипничек пошел. Методом тыка. Опа! Ну, здесь в жиру. Вроде нормально пока еще так. Если посмотреть. Все, сейчас пошеледол туда будем. Солярочку слил из бака. Как в Советском Союзе. Все промыл. Подшипник. Большой. Малый. Контрогайку. Стопорное кольцо. А, вот это еще не помыл. Может было новое, но ладно. И вот она. Вспомнился почему-то мультик там. Как ты такой большой? Да. Толстый? Да. И поместился в таком маленьком там... Что там было? Лампа? Или бутылка? Как, мальчишка? Ты мне не веришь? Так смотри же. И прыгнул в эту... А, в эту бутылку. И тот его закрыл. Так, забил новый. Сначала вот досочкой просто бил молотком. Потом вот сверху так положил. И сверху еще побил немножко. Но вроде уже не идет дальше. Так. Чуть-чуть смазал ось. Накинул. Сейчас буду тянуть. Тянуть я буду чем? Вот этими динамометрическими ключами. Там сначала на 200 паундов подтягиваешь. Это, как у нас, паундов на фут. Такая мера длины у нас, да. И потом расслабляешь, проворачиваешь, пихаешь солидольчик. Вот у меня солидольчик. По 3 доллара штучка. 3 с чем-то. High temperature. Extreme pressure. Красный. Красивый, наверное. Так, ну вот у нас 200 на нашей единице. А тут у нас на метрика. Метрическая система получилась 27,6 килограмм сила на метр. Короче, КГС на метр. Хотел посмеяться над лапотной Россией и сказать, что в России еще колодки клепают. Оказывается, когда я сдаю свои старые колодки, так они их отправляют на rebuild и уже продают мне вот такую шляпу. Короче, 105 долларов мне вернут еще за старые колодки. Так, два слака Джастера. Ну ладно. Что еще тут? Сальнички и солидол. На, сальничек чай откроем. В чем он тут у нас заключается? Сальнички. Вот. Сальник как сальник. Скат сил. Короче, за всю эту шляпу 400 долларов. Ну, верну еще 100. Короче, 300 долларов. Колодки. Два сила. Два слака Джастера. Две, ну, две пары колодок. Сальни дол. День второй. Не отходя от кассы. Все тут поменял уже. То же самое. Методика. Сочные, прочные, жирные колодки. Блестящий. Почти как настоящий. Слака Джастера не буду менять. Что-то я уставший какой-то. Надо просто подтяну и колесо кину и все. День третий. В ожидании лучших грузов и мелкие ремонты. Вот она. Соленоид вентилятора. Тут маленькая железочка. Крепеж. Сейчас новую не купил. Старую чищу от ржавчины. Так, вот она. Прокладочка. Крепеж, вернее. Все, закончил. Графитовый добавил вокруг. Ее, как известно, много не бывает. Зип-тайчики обновил везде, чтобы не болталось. Такие вот дела. Так, стоит. Но вентилятор продолжает работать. Отсоединил вот эту фишку. Вот она. Вот у меня пробник с лампочкой. И двигатель выключен. Несмотря на это, она дает это. Свет лампочки здесь. Power. Вот она работает. Лампочка. То есть, когда есть, так скажем, как он называется? Фаза. Когда есть фаза на нем, контакт есть, тогда он, реле, должно подавать воздух. Но при выключенном двигателе она же должна быть, не должна подавать. Таким образом, какой-то здесь косячок. Что-то сюда пробивает замыкание, что ли. Но я пробовал кинуть сейчас с ближнего сюда. Сюда кинул на релюшку, все равно не работает. сейчас нужно отнести и протестировать на другом траке. Будет она работать. Выгребание инструментов из-под кровати и засовывание их обратно в чистом виде после работы занимает, я бы сказал, 50% самой работы. так что от этого не уйдешь. По вентилятору апдейт не дал, короче. Пока я езжу так же, не работает. Предположительно, эта релюшка сгорела, там у меня постоянно реле есть вот там сбоку, вот под этой крышечкой. Предположительно, оно сгорело, надо его искать, менять. А сам воздушный клапан, электровоздушный клапан тоже не работает. На другом траке я его проверил. И, скорее всего, придется его сдать, если его примут. Шансы низкие, что его примут. Ну, надо устранить вот эту проблему, там какой-то пробой, что ключ поворачиваешь, зажигание, ну, лампочка светится, на нем есть питание. Вытаскиваешь ключ, все равно на нем есть питание. Это ненормально. Питание должно пропадать, и вот этим буду заниматься в следующих выпусках. Давай, не болейте, пацаны и девчонки. Всем всего самого лучшего.